Всем привет, это Роман Кляузов, канал Moments of History. Знаете, есть такое мнение в России, что у нас есть величайшее светило. Величайшее светило поэзии, создатель русского языка, по сути, современного. И я думаю, что вы догадались, о ком идет речь. Мы сегодня говорим об Александре Сергеевиче Пушкине. Поэтому не будем долго затягивать. Поехали! Александр Сергеевич Пушкин родился в 1799 году в дворянской семье, но не очень такой богатой. Образование, как водится, у дворян у него было сначала домашним. Он там очень много занимался со своей няней, она вообще, в общем-то, его вырастила, по сути. Читал много французской литературы и начал вот в самом детстве уже что-то сочинять, придумывать. Хотя, конечно, качество образования домашнего оставляло желать лучшего. А в 1811 году он отправился в царско-сельский лицей. Изначально этот лицей вообще рассчитывался чуть ли не для царской семьи, императорской семьи. Но постепенно он стал таким местом для дворян, куда, собственно, Пушкина определили по знакомству. Ну, как бы не очень ему там задавалось. Да, конечно, уровень образования был супер большой, но его не очень интересовало это образование. Его больше интересовала литература. И он там пишет, и его там уже отмечают. И, в общем-то, сразу его талант, скажем так, открывается, и люди начинают о нем говорить. Окончив царско-сельский лицей, его, в общем-то, назначают на службу. Но служба, как мы уже сказали, его, в общем-то, не особо интересовала, как и учеба. Все к литературе. Литература – это, в общем-то, его, его страсть, его любовь. И он начинает, ну, точнее, как начинает, продолжает писать, его замечают, публикуют. О нем отзываются очень хорошо Державин, Карамзин, кто только о нем хорошо не отзывался. Ну, а постепенно, затем он впитывает, скажем так, идеи будущих декабристов. Декабристы – это очень интересный термин. Изначально декабристы – это офицеры, которые шли в заграничные походы, отгоняя Наполеона из России к Франции. И после возвращения из Парижа они начали создавать тайные общества, первым из которых был Союз Спасения, которые хотели отменить крепостное право, внести для России очень много либеральных ценностей. И в 1821 году появилось два тайных общества – северное и южное. А в 1825-м произошло восстание декабристов, которое было подавлено. В 1819 году как раз Александр Сергеевич Пушкин проникся вот этими идеями, начал создавать более политизированные произведения. И, собственно, его за причастность вот к этим вот всем делам хотели отправить ссылку, но благодаря Крамзину, который за него заступился, его в ссылку не отправили. В это время он пишет такие произведения, как «Вольность», «Кчадаеву», «Заканчивает Руслан и Людмилу». В общем, творчество бьет ключом, и Александр Сергеевич Пушкин продолжает свою писательскую карьеру. В 1820 году Пушкин побывает на Кавказе, в Крыму, там здоровье, типа, свое поправить. Там тоже будут произведения, которые основывались на том, что он видел в этих регионах России, да, там и «Кавказский пленник» и так далее. И здесь он начинает писать «Евгения Онегина, главное произведение всея Руси», которые в школах читают все, не понимают многие или не хотят читать, потому что не нравится людям в стихотворной форме о чем-то читать. Хотя, может быть, и на тот момент это было реально гениальное произведение, но сейчас, конечно, очень тяжело детям это воспринимать. Хотя кто мы такие, чтобы осуждать Александра Сергеевича Пушкина? Он же великий. В 1823 году, в общем, он находился в Одессе, и его письма одному из сторонников декабристов Кюхельбекеру вскрыли. Посчитали, что они слишком, слишком, короче, оппозиционные, поэтому Александра Сергеевича Пушкина надо закрыть. Вот, но его отправили, конечно, в ссылку, но отправили домой. В общем, отправили его в свое имение, где он сидел, в общем-то, под надзором до, собственно, восстания декабристов. После смерти императора Александра Первого Пушкин, ну, чего, рассчитывал на помилование, что сейчас вот он с новым императором там, типа, договориться. Вот, произошло восстание декабристов, и как бы не до этого было. Но в 1826 году Николай Первый его пригласил, собственно, в Петербург. Они там поговорили. Николай Первый хотел, чтобы Пушкин писал для него, писал, значит, для двора. Вот, но у него будут произведения, которые, кстати говоря, достаточно позитивно оценивали власть. Вот, но он все равно остался, по большому счету, на позициях такого, свобода мысли. Вот, и, в общем, не удалось, не удалось сойтись, не удалось сделать из него прям карманного писаку, скажем так. Это печально. В 1829 году на балу, я уже начинаю говорить в рифму, значит, Александр Сергеевич Пушкин знакомится со своей будущей возлюбленной Натальей Гончаровой. Он влюбляется и, в общем, делает предложение, отец Натальи, ну, его посылает, короче говоря, вот. Через год, правда, уже все-таки его желание было удовлетворено, и они обвенчались. Вот, но другой вопрос, что Пушкину пришлось несколько лет оставаться вне общения со своей возлюбленной по определенным причинам. Последние годы жизни Александра Сергеевича Пушкина – это такие тоже очень известные произведения, это очень много сказок, вот, и при этом все вот такие тоже исторические вещи, там, про Петра, Медный всадник и все вот это вот дело, значит, произведения, которые, ну, его тоже прославили, хотя последние годы его жизни были очень тяжелыми, потому что его нигде не публиковали, считая слишком оппозиционным. Ну, вот, ну, у него были проблемы, но он не отчаивался, писал, и под конец жизни он выпустил даже сборник, сборник, который напечатали среди других известных писателей, и это было, конечно, полезно, полезно для Пушкина, это помогло ему очень много трудностей преодолеть. Всем известно, как умер Пушкин, да, ну, в общем-то, Дантес, там история какая, значит, очень много шло, в общем, слухов про Пушкина, про его супругу, значит, про все, такой грязь, 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 в общем, Пушкин-то он, ну, такой вспыльчивый был товарищ, вот, у него там очень много дуэлей, об этом мы еще скажем, вот. Ну, и, в общем, на дуэль Дантеса вызвать не получилось, потому что он там ухаживал за сестрой Натальи, ну, и, в общем, не получилось. А дальше слухи, в общем-то, продолжились, он там вызвал на дуэль дипломата, дипломат стреляться не мог, поэтому пошел стреляться Дантес. Вот, и, в общем, Пушкина ранили, ранили, и, ну, тогда не могли его спасти, не было таких возможностей медицины, ну, и, в общем, Пушкин на дуэли погиб. Ну, что ж, интересные факты про Пушкина, поехали. Значит, Александр Сергеевич Пушкин, он известен нам как светило, величайшее, в общем-то, в русской поэзии, но у него были проблемы с учебой, у него были проблемы с дисциплиной, и, вообще, если так уж почитать, он царско-сельский лицей закончил, набрав количество баллов, в общем, такое, что он оказался на предпоследнем месте среди всех. Ну, в общем, сомневаюсь, что у него с русским языком было все грамотно, а, может быть, и нет, не знаю. Ну, знаете, как это? У тебя не будет проблемы с русским языком, если ты придумываешь его сам. Дело было раньше. Пушкин, кроме любви к женщинам, у него еще была очень большая любовь к азартным играм, что плохо, вот. Он был картежником и очень часто проигрывал, и закладывал, в том числе, свое имущество, а более того, когда у него совсем были проблемы, он закладывал свои произведения. Некоторые произведения он закладывал даже те, которые были не написаны еще. То есть, типа, если он проигрывает, он должен дописать произведение и отдать его к какому-то дяде, которому проиграл. Вот, но ему везло, и он отыгрывался. Вот, ну и более того, еще и Николай Первый, который все равно Пушкина боготворил, хоть и был много с чем не согласен, он отплачивал его долги. То есть, Пушкин, конечно, кутило еще тот. Деньгами так распоряжаться плохо, нельзя. Не берите пример с Пушкина, а вообще азартные игры, это очень вредно. Вот. У вас нет Николая Первого, который за вас заплатит. У Пушкина был комплекс. Все говорят про то, что Наполеон комплексовал из своего роста, хотя рост у Наполеона был нормальный, в принципе, для того времени. Вот. Комплексовал, на самом деле, Пушкин. Он был невысокого роста, и он, в общем, очень его это расстраивало. Если он был в обществе, где были женщины выше, чем он, он от них отходил максимально далеко. Даже когда он был на балу со своей женой, которая была чуть выше, он тоже старался от нее держаться подальше. Ну, короче, не знаю. Ну, вот, все, ну, нельзя. Он, значит, светило русской поэзии, вот, а ниже ростом, чем женщина. Эх, предрассудки. Ну, и, как бы, еще один интересный факт. Про дуэли-то мы уже сказали. Так вот, дуэли у него было много. Все почему? Потому что он очень был экспрессивным таким парнем. Значит, как только что, сразу погнали стреляться. Вот, и у него было очень много дуэлей, он, ну, соответственно, в них побеждал. Более того, он сам еще был таким очень острым на язык. Оскорблял всех, кого, в общем, кто не нравился, всех мог это оскорбить. Все недовольны, дуэль, ну, и так далее. Ну, вот, видите, от дуэли погиб. Ну, что делать? Вот таким неоднозначным персонажем вышел Александр Сергеевич Пушкин. Да, конечно, безусловно, его произведение — это такой фонд литературы русской, классика русской литературы. И, конечно, Пушкина знать нужно, его произведение нужно читать, понимать. Вот, но был он, конечно, очень неоднозначным персонажем, и мы об этом сказали. Как и все, не бывает идеальных людей, да, бывают у всех свои проблемы, у всех свои минусы, плюсы. Ну, вот Александр Сергеевич Пушкин был таким. Напишите, кстати, в комментариях, какое произведение вам больше всего нравится, и вообще нравится ли вам Пушкин. Ну, вот, может, вам Лермонтов нравится, а вообще, может, вы любите зарубежную литературу. Короче, пишите в комментариях, потому что можно об этом поговорить, посмотреть, поспорить. Ну, в общем, приветствуется. Ну, а на этом сегодня все. Социальные сети, подписываемся, ставим лайки. Очень мало лайков. Мало лайков, хочу больше лайков. Я буду как Усачев говорить. Может быть, он посмотрит мой ролик, порекомендует меня куда-нибудь. Классно же будет. Вот, Руслан, привет. Это канал Moments of History. Подписывайтесь и учите историю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok